Кто с вами? Всё думаю о тех фотографиях. С Диден? Конечно, это сделал кто-то из гостей. Но кто? Нет, я найду его. Только пока не знаю как. Думаю, будет непрофессионально звонить в редакцию и спрашивать, кто слил им эти фото. Да это же не проблема. Кому ты звонишь? Главному редактору газеты, в которой были опубликованы те фотографии. Он мой бывший. Браво, да, рук прав. Ты можешь решить любую проблему. Могу, он верно говорит. Парень с ума сходит, когда я с ним по-испански говорю. Всё-таки слушай. А вот что. Скажи, ослый. Это больница или зал для встреч. Времени на работе много. Я не думала, что всё зайдёт настолько далеко. Мало того, что Керема не прогнала, мало того, что с нашими его познакомила, так ты его ещё и моим кузеном представила. А что я должна была сделать, Ипек? Сказать, что вы любовнички? Во-первых, мы с этим маньяком не любовнички. Я жертва. Во-вторых, этот извращенец додумался мне сладости отправить домой с курьером. Как он мой адрес узнал? Я не говорила, я клянусь. Ничего не знаю. А вдруг он сюда заявится? Тогда нам крышка. Не только мне, но и Хаят. Давай думать о хорошем. И что же тут хорошего? Ну, посуди сама. Если бы он хотел прийти, то уже сорок раз это сделал бы. Но не пришёл же. Хотя адрес знает, но не пришёл. Значит, он воспитанный. И с нашими общий язык нашёл. Подарок не сам принёс, а почтой отправил. Да и сам десерт очень хорош. Тебе стоит попробовать. Очень вкусно. Давай же. Хоть кусочек. Один. Ну, давай. А я поем. Так, я больше не могу. И он тоже. На сегодня хватит всё. Иначе завтра проснусь с мешками под глазами размером с два сверкающих диска шара. Я поеду развеюсь к друзьям. А то сейчас пар из ушей пойдёт. Хорошо поработали. Но это только начало. Какие планы? Присоединяйся. Нет, хочу тишины и спокойствия. Может, посмотрю фильм и пойду спать. Где Хаят? Могу её подвезти? И правда, где она? Её давно не видно. Пойду проверю. Ложись сегодня пораньше. Ты ещё нужен нам завтра. Оставь меня в покое. Я сам как-нибудь разберусь. Хаят? Дорогая? Милашка так крепко спит. Утомилась. Наша девушка, оказывается, уснула на твоём диване. Ты её разбудила? Попыталась, но не смогла. Она очень крепко спит. Пускай спит. Её отец знает, что она здесь. Не буди её. Если её парень рассердится, я тут ни при чём. Я думала, такие идеальные мужчины, как ты, уже давно вымерли. Мне без разницы. Просто не хочу попасть в неловкую ситуацию. Не умрёт же никто. И нам будет над чем позабавиться. Мы пойдём. До завтра. Приду к обеду. Утром как штык. Зависит от того, во сколько я лягу спать. Адьос, ми амор. Адьос. Зависит от того, во сколько я лягу спать. Зависит от того, во сколько я лягу спать. Утоли. 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 Что надо? Ты на часы смотрел? Выйди на балкон. Расскажу. Какой настырный маньяк! Что тебе от меня нужно? Не могу уснуть. Пришел спросить, понравился ли тебе подарок. Хоть он и не такой милый, как ты. Не понравился. Ты зачем к дому приехал, а? Проблема ходячая. Ты видел хозяйку этого дома и ее сестру? Что-то еще? Они могут позвонить моим родителям. Увидел их и влюбился в тебя еще больше, Ипек. В твое воспитание. У тебя замечательная семья. Вы заботитесь друг о друге. Кроме того, Ипек, я никогда не сделаю ничего, что может разозлить тебя, твоего отца Джевата или маму Нурсель. Откуда ты знаешь имена моих родителей? Брат Семих рассказал. Он работает в паспортном столе. Спасибо ему. Керем, исчезни. Понял, пока. Не понял. Вообще исчезни из моей жизни. Навсегда. Ну вот. Разве так можно? Это не любовь, а война какая-то. Ей-богу. Но гнев ей к лицу. Ашк лафтан анламас. Семи-богу. Семи-богу. Скоро.